Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Осетская, канал Уязания и обо всём, что связано с связанием. Вот и закончился 2021 год. Уступил свои права в 2022 год. Сегодня 3 января, простите. И я хочу всех поздравить с наступившим Новым Годом. Пожелать здоровья крепкого, успехов, удачи, вдохновения, достижения всех целей, которые будут поставлены в этом году. Чтобы все желания, все хотелочки исполнялись. Но сегодня я хочу рассказать о том, что мне удалось сделать в 2021 году, что мне не удалось, что планировалось. О планах на 2022 год я говорить пока не буду, потому что даже не знаю, стоит ли их оставить. Мне, наверное, всё-таки стоит. Всё дело в том, что я в начале 2021 года расписала план себе, написала, что я хочу сделать, что я хочу связать, что я хочу снять. А потом, когда стала смотреть, ну, вспоминать, что же я хотела сделать, думаю, не, наверное, я... Мне казалось, что у меня такой план огромный, что я не выполнила даже четвёртую часть. А когда взяла блокнот, открыла и посмотрела, что я ставила себе в планы, я поняла, что я не сделала всего, ну, наверное, не выполнила всего несколько пунктов. В основном всё, что я себе ставила в планы, я это выполнила, не заглядывая сюда. А есть у меня три пункта, которые я не выполнила. Да, четыре пункта я не выполнила. Ну, вот три пункта мне нужно обязательно выполнить. Они как бы остаются в хотелочках, может быть, даже и четвёртый, но об этом потом. Это планы на 22-й год, пока мы о ней говорить не будем. Итак, давайте я вам расскажу о том, что же я сделала. Да, ещё хочу сказать о том, что у меня были сделаны такие изделия, о которых вообще в планах не было. Даже не думала, что я это буду когда-то вот этим заниматься. Это относится в первую очередь к изделиям, которые были связаны крючком. А в 21-м году, в начале 21-го года, я говорила о том, что я всего буду участвовать в трёх проектах. Ну, сейчас я вам расскажу, каких трёх, их совсем не требовало. Значит, первый проект – это «Решиться и связать», который организовала Светлана. Канал её называется «Вязальная фея». Потом второй проект – это «Ликвидация» Анны Полозняк. Затем «Выбор без выбора» Анны Полозняк и «Носочный бум» Анны Полозняк. Четыре проекта, в которых я собиралась участвовать в 21-м году. Но так случилось, что ворвался в мою жизнь, три старта ворвались. Потом ещё масса всяких проектов. И, честно говоря, сколько проектов у меня было в 21-м году, я даже не хочу считать. Нет, их было не очень много, но они были, они были разные. И давайте начнём с первого проекта, в котором я планировала участвовать. Это проект, который организовала Светлана. Канал называется «Вязальная фея». И называется «Он решится и связать». Значит, условия этого проекта – связать то, что никогда не вязали. Допустим, какой-то модели с какой-то пряжей, какими-то инструментами. Не вязали никогда каким-то узором. И я связала себе платье домашнее. И так получилось, что всё у меня было впервые. Домашнее платье. Я домашних платьев никогда не вязала. Пряжа была «Ализе» в софте. Цвет назывался «Водяная», по-моему. Сейчас я скажу. Цвет, да, «Водяная зелень» номер 15. 50 грамм их 115 метров. Уже я, наверное, где-то не... Не, вернее, я не сохранила этикеточки эти, потому что их много было. И, естественно, выбрасывала всё. Вот. Вязала платье ленивым регланом первый раз. И ещё у меня есть спицы прим пластиковые, такие треугольные, с капелькой на конце. Четыре... Пять спиц чулочные я купила, потому что на одном канале так восхищалась девушка этими спицами. Такие спицы, такие спицы. Я тут же побежала себе и купила такие спицы. Стала вязать, и мне совершенно не понравилось, потому что очень плохо скользили. И вот здесь я решила, дай-ка я их попробую вязать вверх. Да, вот сверху я вязала регланом сверху, повязать сверху, и мне так понравилось. Они прям были созданы вот для этой пряжи. Вот смотрите, моё платье. Вот такое оно у меня. Достаточно большое и широкое. Вот так у меня идёт... Вот он, ленивый реглан. Мне он очень нравится. Он такой тёплый, такой уютный, такой комфортный. Вообще просто потрясающе. Вот. И у меня вот эти линии реглана идут спереди и сзади. Вот. Здесь азиатский росток. Он не очень большой. Вот видите, можно было, конечно, больше вывязать. Но вот я сделала такой росток. И если я когда-то буду ещё вязать что-то подобное, естественно, азиатский росток сделаю побольше. И потом эти линии реглана у меня переходят вот сбоку по всему платью, идут до самого низа. А здесь я немножко прибавляла по боковому, вот здесь, по боковому, сбоку, чтобы не облегала, а было чуть-чуть такой трапециевидной формы. И закрыла я айкордом. Вот такой айкорд. Он небольшой, всего на три петли, но вот так вот он очень хорошо смотрится. И рукав у меня вязала я не убавляла. Он такой широкий, до конца идёт такой рукавчик. И вот здесь, в двух лицевых рядах, я вязала две вместе. Одну лицевую, две вместе. Один ряд провязала, потом лицевую, потом второй лицевой ряд также провязала. И тоже закрыла айкордом. У меня было три упаковки. Из трёх упаковок это 15 моточков. У меня ушло 14 моточков на вот это вот платье. Так, это моё первое было изделие. Я, Света, проект шёл, начался 10 января и закончился 21 марта. И я как раз успела, прям вот вовремя. Мне было очень приятно, что я уложилась в срок. Далее Анна Полозняк рассказала о том, что на канале Юлия Давай Свяжем планируется вязать... Юля планировала связать плед. Плед должны вязать несколько более человек. Значит, условия следующие. Вяжешь 10 квадратов, потом эти 10 квадратов сшиваются. К тебе приходит часть пледа. Ты пришиваешь свою часть, привязываешь, пришиваешь свою часть квадратов и отправляешь к следующему. Я, в общем-то, сказала, что я подумаю, но как-то думать особо сильно я не думала. Я подписалась, и девочки начали вязать. Я связала 9 квадратов, и плед ко мне пришел в, по-моему, марте-апреле, весной. Весной это уже такое было проблемное время, потому что начиналась подготовка к экзаменам, сплошные тестирования. Тем более, в общем-то, непонятно, как это все будет проходить в 21-м году после 20-го года, после нашего локдауна и прочих всяких не очень приятных событий, которые происходили детям. Ну, в общем, я не буду говорить о детях. Сейчас я пойду не в ту степь. Вот. И... Ну, так получилось, что я задержала плед. И было ужасно неудобно. Я понимала, что девочки ждут. Я его держала больше, чем надо. Ну, так получилось. И я связала 10 квадратов. Из 10 квадратов было 7 квадратов, связанных крючком. Вообще, я крючковые изделия не... Ну, я не люблю крючковые изделия. Не любила. Я умею крючком вязать. Меня учила прабабушка. У меня прабабушка очень хорошо вязала. Она вязала салфетки, там вертнички всякие. И для меня крючковые изделия – это только вот салфетки, интерьерное вязание. А салфетками я особо не пользуюсь. У меня есть три салфетки, которые лежат на столе. У меня стол стеклянной. И чтобы не скользил, я положила салфетки. И больше у меня нет. И желания вязать салфетки у меня, в общем-то, особого нет. А тут мне прям так захотелось связать крючком. Я была поражена, что я столько навязала крючком. И мне сейчас очень нравится вязать крючком. Я просто с удовольствием вяжу. Нет, это пока к одежде я не могу перейти крючком. Но у меня вообще есть такие мысли. Связать себя какой-то джемперок крючком иногда хочется. Вообще, я буду себе вязать в этом году одно изделие. Но об этом я потом расскажу. Так. Естественно, те квадраты, которые я связала, я отправила Юлию. Не Юлию, а следующие девочки, которые мне написала Юля. У меня их в наличии нет. Но я посмотрю, если я найду фотографии, я их вставлю. Ну, не знаю. Наверное, вряд ли. Но я постараюсь. Вот. Так. Дальше. А, я отправляла плед. Людмиле Орищенко. Она уже получила плед, пришила свои квадраты и отправила Юле. Дальше началась у нас ликвидация. А в ликвидации я достаточно много повязала. Но я вязала не крупные вещи, потому что мне нужно было закончить платье. А ликвидация началась 18 января. И мне нужно было повязать платье. Довязать платье. Я единственное связала там прихватки и связала салфетку. Толстую приятельнице подарила салфетку. Вязала ее на 8 марта. И первый раз я связала носочки с пяткой Стронг. Мне очень нравится эта пятка. И носки с такой пяткой очень комфортные. Очень мне нравится. И тут начались Трио Старты с февраля месяца. Света предложила Трио Старты. Естественно, я в Трио Старты вступила. И понеслось вот это вот круговое движение. Так, я связала в Трио Стартах и у Ани. Но так совпало, что Трио Старты начались. И Аня дала задание. Там был Питчворк, Колорблок или Интерлак. И я связала подушку. Вернее, чехол для подушки. Я давно хотела повязать с подушки. Мне нужно... У меня готовые подушки лежат. Мне нужно повязать на них чехлы. Но пока руки не доходят, я связала только один чехол. Вот здесь четыре узора. Я разделила подушку на четыре части. И у меня четыре узора. Мне очень нравятся теневые узоры. В общем-то, очень просто и очень неплохо смотрится. Вот это 3D. А, нет, это не 3D. Но такого типа 3D мне очень нравится. Там лицевые, изнаночные, платочная вязка. Вот. И также с этой стороны. Единственное, что надо было, конечно, мне сделать поменьше. Пуговицы сделать. И четыре пуговки пришить, чтобы не так сильно оттягивалось. Ну, ничего. Я думаю, что в следующий раз я исправлю. Это неправильное поведение петель для пуговиц. Вот. Это у меня вторая готовая работа была. Дальше. Дальше у меня... Сейчас я буду смотреть по своей записной книжке, потому что я не помню, что у меня было. Да. Очень интересно. Я связала квадрат интерлаком. А этот квадрат тоже пошел в... Крючком я вязала. Он у меня в пледе, который отправили Юли. Так, потом я еще вступила в совместный проект Ирины Поливоды. Называется «Семвол года». Честно говоря, я даже не знаю, для чего я туда вступила. Мне ничего оранжевого, рыжего, ничего... У меня не было ничего такого, что мне нужно было повязать. И... Ну, раз вступила, значит, вот... Значит, надо что-то вязать. И я вот связалась, и вот такого тигуреночка. Правда, хорошенький? Вот такой тигурлечка у меня есть. Вот эти полосочки я приваливала черненькие. Это шерсть для валяния. Конечно, я понимаю, что он слишком далек от совершенства. Но в любом случае он мне нравится. Я не люблю вязать игрушки. Вот такой тигуреныш хорошенький получился. Но больше я вязать тигурку не хотела. Даже в подарок. Я вначале думала, ой, навяжу, подарю. Не, не хочу навязывать. Не хочу никому дарить. Вот пусть он у меня здесь стоит. Так, мы его поставим вот сюда. Вот так. Пусть стоит тигуреныш мой. Так. Тигурлю я связала. И потом был сезон готовых работ. Тоже Ирина Полевода организовала. А я не помню, что я там вязала. Так, давайте я не буду смотреть, что я там вязала. А расскажу, покажу просто. Потому что, честно говоря, я даже не помню, что я вязала в сезоне готовых работ. Так. Дальше у меня была... Дальше вот я связала носочки и шапочки для клуба 28 петель. Но я их все отнесла. Я покажу то, что у меня есть. То, что я готовлю сейчас, чтобы отнести. Вот такие вот шапочки с носочками. Раз. Вот здесь вот тоже шапочка с носочками. Я просто вложила сюда, но надо будет потом это сшить, чтобы не потерялось. У нас в клубе просили вязать шапочки вот такими резиночкой 2 на 2. Потому что вот шапочка, а носочки надо связать. Я забыла, что у меня здесь нет носочков. Потому что эта шапочка пойдет на любую головку. На маленькую, на большую. То есть она на побольше, на поменьше. Она растягивается и очень удобно надевать. Потом есть вот такая беленькая шапочка с носочками. И еще вот эти вот такого цвета. У меня 3 шапочки и 3 пары носочков. И беленькие. Надо вот еще розовые довязать. У меня сейчас розовые вяжутся. А потом я свяжу 4 носочка. Так. Это для клуба 28 петель. Потом для клуба 28 петель я связала пледики. Связала вот такой пледик. Я вязала эти пледики на спицах 5,5. Вязала от угла и вязала спицами до 5,5. Вот такой пледик у меня есть. Потом у меня... А, пряжа. Пряжа. Вот эта пряжа называется аргентинская шерсть. Вот такой пледик. Потом я решила связать вот такой вот симпатичненький пледик. Очень такой яркий. Потом я решила связать спицами с семеркой. Мне показалось, что в общем-то они небольшие. Они, наверное, 60 на 60. И они тяжелые. Они весят в районе 150 граммов. Это тяжелые. Я решила связать семерочкой. Вот такой пледик я связала семерочкой. У меня здесь не хватило пряжи. Я колок вот так вот сделала. Вот такой уголочек. И мне он значительно больше понравился. Он больше, чем те пледы. И легче получился. И последний плед, который я вязала... Нет. Еще у меня один плед есть. Вот этот вот плед. Тоже я вязала семеркой. У меня... Я боялась, что не хватит пряжи. Я впустила еще вот сюда такую синюю полосу. Вот это пряжа синяя. Это перуанская шерсть с альпакой. 50% альпаки, 50% шерсти. Это пряжа, которую покупала, по-моему, еще моя мама. И вот странно, 50 граммов, 130... 183 метра. И вот это последний пледик. Он мне нравится больше всех, потому что я его вязала на восьмерке. Он получается вообще такой воздушный-воздушный. Здесь 60... 60, по-моему, 8 на 68. И весит он всего 140 граммов. Вот такой пледик получился. У меня и того связано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пледов. До этого я отвезла в клуб пять пледов и 14 шапочек с носочком. Ну, вот сейчас у меня шесть пледов. Сейчас посмотрю. Да, три, четыре, пять, шесть. Вот. Шесть пледов. Вот так. Вот такие. И пока четыре пары шапочек с носочками. Но я еще... Я думаю, что в январе мы будем встречать. Я вот это все отвезу в клуб. Так. Этим я довольна. Дальше. Дальше. Юлика, канал ее называется «Давай свяжем». Организовала проект, который он предложил и повязать деткам. Из деткам в Донбассе, для детского дома, жилеточки и носочки. Детки от года до четырех лет, они остались без родителей. И для них нужно было повязать носочки и жилеточки. Естественно, я не могла пройти мимо этого проекта. Я вязала жилеточки. Отправила... Носочки я не вязала. Я отправила Юле, по-моему, шесть жилеточек. Я посмотрю себе. Найду фотографию с жилеточкой. Я обязательно вставлю. Потом я связала платьица. Но оно у меня было связано наполовину. Я довязала платьица. И еще у меня были некоторые детские вещи. Я все собрала и отправила Юле. Потом в этом году я связала, по-моему, порядка тринадцати пар носочков. Носочков у меня нет. Я их все отправила. Вернее, я отправила Ане, по-моему, семь пар носков. Потому как был благотворительный проект «Наши теплые дела». Он проходил второй раз. Я второй раз в нем участвовала. И в этот раз я отправила семь пар носочков. Для дома инвалидов Данкова, по зрению и по слуху. Вот. Дальше я себе связала вот такой джемперок. ленивым регланом. Это пряжа Ализе Коттон... Нет. Ализе Коттон Бэби Софт, по-моему, называется. Вот такой у меня джемперок. Здесь тоже ровный рукав. Здесь я сделала два раза по две вместе. И айкорд на четыре петли. А внизу у меня айкорд на пять петель. Вот. Также это регланный. Вот этот до конца джемперок продолжается. И вот такой у меня здесь широкий айкорд на пять петель я делала. Вот. Вот такая красота у меня. Я еще его не выгуливала. Надо его выгулить. Обязательно пойду у него в понедельник в следующий на работу. Так. Этот я связала себе джемпер. Дальше. Дальше я начала летом, когда отдыхала, вязать себе жилетку. Жилетку я начала вязать из пряжи Ализе Коттон Голд Бэби. Плюс Амбрэ Ботик. По-моему, так. По-моему, так. Связала я жилетку. Вязала, вязала ее. Наконец, я довязала. Ну, что хочу сказать. Я ее связала, постирала. Она вытянулась, вытянулась. Я даже не представляла, что она так вытянется и в ширину, и в длину. Ну, вот здесь я уже говорила, что мне надо будет подсобрать. Ну, с этим крючочком собрать. Может быть, сделать раньше шаг, чтобы немножко его стянуть, потому что очень широко получилось. Но, в принципе, ну, я так, знаете, я жилетки вообще не ношу. Зачем я эту жилетку связала, я не знаю. Понимала, что никуда в ней ходить не буду. Дома, ну, может быть, так. Выйти в аддор мусор вынести. Ну, не люблю жилетки. И потом, как мне кажется, что жилетки я одел, а рукам очень холодно. Но, оказалось, совсем нет. Как-то было прохладно. Я надела жилетку дома, ходила в ней. Мне было очень комфортно. И руки согрелись, и, в общем, даже очень ничего. Вот здесь у меня идет такая широкая полоса вот этого такого узора. Вот такой симпатичный узор я вязала по мастер-классу Светы. Канал называется Вязальная Фия. У меня вот такой узор. И он идет у меня вот здесь. По линии проймы и по линии по передним полочкам. По передним полочкам. Вот здесь так. Как вам показать сейчас? Вот он. Вот он идет вот здесь. И переходит сюда. Вот такой у меня жилет домашний. В общем, ничего. Сейчас, кажется, мне, что нормально связала. Я молодец. Я его дома буду носить иногда. А еще у меня есть готовая работа. Плед. Такая многострадальная пряжа. Это Альзы Коттонгол Ботик. Я очень хотела себе платье связать. Я связала платье. Было оно связано практически до конца. Впереди шла такая полоса узором. Ну, чтобы немножко разделить себя, чтобы не было. Визуально чуть-чуть уменьшить. И почти до конца мне остался один моток довязать. И я его положила. Как я вязала, я не видела, я не знаю. И увидела, что он косит. У меня низ от верха вот эта полоса отличалась на 5 сантиметров. Я вообще была в шоке. Ну, боже мой, ну что же я так связала. И потом я в чате написала, что... Вернее, я в видео говорила, что платье косит. Мне девочки в чате написали, что пряжа, это бывает, что она косит. Видимо, нитка перекручена, и она косит. Меня распустило. На следующий год я решила себе связать шкетик. Шкетик я вязала, вязала. Мне он тоже не понравился. Распустила. И я решила, что я себе хочу связать крючком, бабушкиным квадратом, кардиганом. Я навязала бабушкиных квадратов. И вот смотрите, что у меня получилось. У меня получился плед. Вот такой плед. Планировалось. Столько всего планировалось. И получился плед. Я им очень довольна. И я решила, что я этот плед отправлю Оле. Канал ее называется «Люля-рукодельница». У нее проходит проект. Называется... Ой, я показала с изнаночной стороны. Вот так. Ну, в принципе, смотрите, что с изнаночки, что с лица одинаково. Проект называется «Ниточка добра». Оля просила возможности, кто хочет, девочки, повязать для деток из онкологии пледики. Вот я этот плед отправлю Оле. Ну, я сейчас еще вяжу. Я еще повяжу немножко. И потом несколько пледов сразу отправлю. И последнее мое изделие, моя работа, которую я закончила в этом году, это моя жилетка. Я о ней еще ничего не рассказывала. Вот такая вот жилетка. Пряжа у меня бобинная была. Как называется пряжа? Я не знаю. Но это стопроцентно натуральный состав этой пряжи. Потому что я, наверное, так как я покупала эту пряжу еще на Дальнем Востоке, и так как я много раз переезжала, почему-то она у меня была смотана в клубок, и бобины не было. Я куда ее делаю, я не знаю. Я себе вязала юбку, такой гадой у меня есть юбка, и из нее связала вот такой же жилет. Жилет связан разными спицами. Вот смотрите, какой эффект. Видите, но он, наверное, не виден. Вот здесь вот эти, вот прозрачные. Вот это спицы 12-го размера. Все остальное вязала с пятеркой. Вот такой жилет, совершенно простой. Я вставлю фотографию. У меня есть. Я фотографировала на манекене. Так. А я хочу сказать, сколько он весит. Да, я, по-моему, весит 100... Я не записала себе. По-моему, он весит 140 грамм. Нет, я не записала его себе. По-моему, 140 грамм. Не буду сейчас говорить. Я будет видео, я сниму по этой жилеточке. И тогда расскажу, сколько он весит, и как я его вязала. Ну, вот, наверное, и все. Наверное, и все, потому что... Я вот тут посмотрю. Я, в общем-то, про все рассказала. А я еще не рассказала о том, что у меня был бактус. Бактус я вязала из... Я его подарила. Вязала я его... Вязала я его в подарок на Новый год. И еще я не показала, забыла. Вот тут хорошо я все записывала. У меня еще связана кофточка французская. Вот такая красота. Знаете, что единственное? У меня здесь пуговки. Не было белых пуговиц для этой кофточки. Я купила, они маловаты. Мне надо купить другие пуговицы и пришить. Вот такая кофточка у меня. Вот спинка такая красивая. Вот такая. Один раз я одевала эту кофточку. И вот такие вот рукава. Вязала я ее из пряжи Газал Рок-н-Ролл. И пошло мне на нее 470 граммов. Такая достаточно тяжеленькая получилась. Можно было, конечно, повязать порыхлее. Но вот я, по-моему, четверкой вязала ее. Честно говоря, я не помню. Единственное, совершенно не держит резинку. И мне надо белым пропустить... Как же она называется-то? Резиночку. Такую катушечку, неточную. Как неточка. Забыла название этой резинки. Но не важно. Вот еще у меня такая кофточка. Ну и больше у меня... Были мелкие еще работы. Были несколько повязок такие. Для косметических тел я вязала себе. Вязала подруге своей. Мы ездили отдыхать. Я ей подарила там эту повязочку. Мы с ней делали массаж. И чтобы нам не мешали волосы, мы... Я делала... Дарила ей вот эту вот повязочку. Она нам очень пригодилась. Кстати, вот этот джемпер, который на мне, я тоже связала в этом году. Вот такой простой совершенно джемпер. Давайте я встану, покажу. Вот такой простой джемпер. Совершенно. Но мне он очень нравится. Очень комфортный. Я с удовольствием его надеваю. Ну вот, смотрите, что я вам хочу рассказать. Я хочу рассказать о том, что я в этом году извязала 8 килограмм 283 грамма. И у меня связалось 211 тысяч 980 метров. Ну, наверное, 8 килограмм это не так много. Во всяком случае, я по своим запасам совершенно не чувствую, что я связала. Правда, надо учесть еще, что я подкупала. Я не делала большие закупки пряжи. Я подкупала пряжу постоянно. Какую-то пряжу мне дарили. Какую-то пряжу там, я не знаю где-то, откуда-то она у меня пребывает все время. Но какие-то места, какие-то где-то уже становятся посвободнее. Мне это так нравится безумно, что у меня какой-то кусочек места в комоде, в коробках киевских освобождается. Мне это очень приятно. Очень хочется надеяться, что в 22-м году я извяжу еще больше пряжи, чем я извязала в этом 21-м году. Я считаю, что он, ну, хороший год был. Если учесть, что времени очень мало для того, чтобы вязать, все равно я что-то повязала. Это очень приятно. Мне это безумно нравится. Ну, вот, наверное, и все. Я рассказала все, что я хотела рассказать. Спасибо большое всем, кто пришел, посмотрел мое видео, посмотрел, что я повязала. Если я найду какие-то фотографии, я обязательно повставляю в мой отчет. И надеюсь на то, что мы с вами будем видеться. Хотелось бы чаще, но все будет зависеть от моего свободного времени. Спасибо большое всем, кто посмотрел мое видео. и если вы подписаны на мой канал, то приходите чаще, смотрите. А если не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста, непременно. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет новое видео. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok